До этого момента мы говорили про кто был первый человек, который молился. Сейчас мы будем говорить по поводу книги, которая называется Сидур. Может быть вы слышали про Сидур. Это книга, сборник всех молитв, которые мы читаем на протяжении дня. Шахрид, Минха, Арвид. И кто составил этот Сидур? Кто составил эту книжку? Вот когда он был сформирован? Мы же знаем, что 4000 лет назад никто не писал книги. Значит Сидур не был всегда. Он в какой-то момент был собран и напечатан. Но кто был первый человек, который как раз его и составил и напечатал? Ответ на это такой, что на протяжении поколения люди молились устно. У них когда были проблемы, они выходили, написано в горы, уединялись с Богом и общались с ним как сын с отцом. И так написано про Давида Мерех. Мы знаем царя Давида. Его история, он был пастухом, он пас овец. И написано, что он выходил далеко, там за горами. И там он молился Богу и тоже прославлял его. И от всех его прославлений был составлено книга, которая называется Тейлим. Давида Мерех написал эту книгу. Там очень много таких стихов, которые прославляют имя Всевышнего. Эта книга, она сгула, когда у человека есть какие-то проблемы или что-то, там кто-то болеет. Есть такая сгула, чтобы читать эти стихи прославления Бога. Потому что там эти стихи, они затрагивают очень много тему. Давида Мереха было очень много проблем. За ним Шаул гнался, хотел его убить. Там его отца и братьев убили вообще. Сын его тоже воевал против него. У него было очень много проблем. И все-таки он всегда находил себе силы. И даже в этих сложных моментах он прославлял Бога. И когда мы читаем эти тексты, то мы тоже наполняемся силами. И это дает нам, это сгула, чтобы наши проблемы, они упростились и исчезли. Но все-таки Давида Мерех, он не тот человек, который составил Сиду. Это было позже. 2400 лет назад было такое великое собрание мудрецов. 120 мудрецов. На ибрите они называются. Они составили текст молитвы, Которые каждый еврей читает ее 3 раза в день. Это Шахарит, Минха, Арвейт. Это было 2400 лет назад. В то время еврейскому народу это была самая сложная часть истории их. Потому что тогда как раз было изгнание. Да, они жили в Израиле. Там римляне пришли. Всех там разбросали. Это очень было тяжело для еврейского народа. И у них, у людей, у простого человека, у него не было возможности правильно молиться Богу. Их разум не был открыт для искренней молитвы. Из-за этого в великое собрание они решили составить текст молитвы, который каждый человек мог прочитать и помолиться по-настоящему перед Богом. Это было 2400 лет назад. Но это не был первый Сиду. Этот текст, он был более устным. Все люди молились устно. Но кто был первый человек, который составил Сиду? 1400 лет назад примерно, может чуть-чуть пораньше, был один мудрец, его звали Рав Нетрунай Гаон. Он взял и составил, он собрал все молитвы, которые есть, и собрал это в один сборник. И это называется Сиду. С того момента были 13 вариаций этого сборника. И в наше время самые популярные это два вариации. Это Ашкеназ и Сефарад. Я лично молюсь Ашкеназ. Это текст, который молились его ашкеназские евреи. В принципе, все вариации одинаковые. Там есть очень маленькие изменения. Но суть молитвы, он одинаковый у всех. Со всего этого мы видим, как важна молитва, что Великое Собрание, она специально собралась, чтобы сформировать какой-то хороший текст, чтобы мы могли молиться от всего сердца. Давайте возьмем этот подарок, который дали нам Великое Собрание и воспользуемся им ради его назначения.